Зима не за горами. Службы по благоустройству Саратова отчитались главе города о готовности к снегопадам и гололеду. Уже середины октября диспетчеры и водители спецтехники переведены на круглосуточный режим работы. Подробнее в сюжете Екатерина Ковальчук. На площадке предприятия служба благоустройства города уже переоборудовала для зимы все уборочные машины. Кроме техники для борьбы с гололедом на саратовских дорогах заготовлено уже более 4000 тонн реагента. В этом году служба благоустройства города закупает в два раза больше спецсмесей по сравнению с прошлым. У нас в принципе и была поставлена задача, чтобы постепенно нам от песко-соляной смеси уходить, для того, чтобы нам грязь не разводить. И в весенний и летний период получается, чтобы не убирать этот песок с приладковой части. Поэтому реагентом надо сыпать, конечно. В зимний период служба благоустройства города будет убирать снег на саратовских улицах сразу в трех районах. Волжском, Октябрьском и Заводском. За остальные три района отвечает другое муниципальное учреждение – Дорстрой. В этом году в Саратове была проведена реорганизация обоих предприятий, отвечающих за чистоту на дорогах города. Два муниципальных предприятия будут работать без конкурсных процедур по муниципальному заданию. То есть это упрощает систему работы, забюрократизированность убираем, и поэтому предприятие будет проще и легче работать. Вы помните ситуацию, когда у нас была с мусором, когда мы проводили конкурсы, выиграла недобросовестная организация, которая не смогла убирать город. Поэтому мы не хотим повторения таких вот ситуаций. Несмотря на дефицитный городской бюджет, в текущем году удалось закупить две подметально-уборочных машины, четыре погрузчика, а также семь единиц пескоразбрасывающего оборудования. Недостаток техники компенсирует наличием двух-трех экипажей, закрепленных за каждой единицей. Благодаря этому машины смогут работать круглосуточно. Сегодня готовность к наступлению зимы составляет 90%. Но как только произойдет ухудшение погоды, остальная часть уборочных машин перейдет на зимний режим работы.